Дорогие друзья, здравствуйте! Грядет весна, уже почти что мы находимся, ну я не знаю как у вас, в Москве довольно тепло, хотя и такая серая, без солнца погода. Ну а хоть от чего-нибудь такого интересного, вкусного, шашлычков. Я подумал, надо какие-то такие простые сделать, но чтобы каждый повторил их дома. Курица. Я взял окорочок, снял с кости. И все теперь режу на маленькие кусочки, на маленькие-маленькие кусочки, чтобы у нас быстро-быстро приготовилась курица. Вот такие вот, примерно. Они же еще и сожмутся потом, станут в два раза меньше. Отправляю все в емкость. Вот кожа всем хороша, вкусная штука, супер, резать ее неудобно. Любой нож под ней гуляет, как будто маслом намазано. Курицу я нарезаю маленькими кусочками, которые будет удобно надевать на шпажки. Для маринада я беру маленькую луковичку. Вот вы будете ржать, как мой оператор, но этот лук я тащил из Таиланда. Меленький. У нас такого мелкого не продаются. Ну, может быть, у кого-то есть. Но я не в курсе. Значит, чеснок. Чеснок мне не нужен целиком. Гнилушки выкидываем, а вот эти попки, которые, так сказать, мы тоже обычно выкидываем, я их добавляю сюда. Далее чуть-чуть соли, немножко соевого соуса. Мы как без соевого соуса жить вообще как бы не можем. Обязательно помыть нож. На чистой стороне доски, предварительно покатав рукой, выдавливаем сок лайма. На терочке трем цедру с другой стороны. Цедра половинки лайма. Цедры не жалейте. Прям нужно сделать курицу пряной. Можно использовать, кстати, и лимон. У лайма просто ярче вкус, ярче аромат. Все, значит, пальчиком оттуда раз. Чуть не забыл, да, у меня же еще немножко имбиря. И немножко прям имбиря. Вот пол чайной ложки. Не нужно делать курицу имбирную, она должна быть больше лаймовая. Вот смотрите, сколько здесь. Вот, ну вот пол чайной ложки. Только тут по углам тоже нужно все выскрести. И аккуратненько все перемешиваем. Для того, чтобы получилась легкая корочка, я сюда добавляю сахар. Давайте, чтобы быть точными, определим, какое количество в ложках. Одну чайную ложку. Темный сахар, можно белый, можно фиолетовый, можно тростниковый, можно какой у вас есть под рукой. Смысл в чем? Есть кислота, есть баланс сахара. Сахар под воздействием кислоты, ну то есть жидких веществ, растворится в процессе. И потом, когда будем обжаривать, даст легкую карамельную корочку. Но чтобы сахар и внешние слои, так сказать, кусочков мяса поджаривались сильнее, каплю масла. Много не лейте. Только буквально для того, чтобы смазать маслом кусочки. Кто жарил без масла, кто был на безжировых диетах, знают, что, конечно, с маслом вкуснее. Хотя, может быть, и не так полезно, как хотелось бы. С другой стороны, все зависит от степени приготовления, от технологии приготовления. Правильно, вот, выбрал слово. Все, теперь, во, пряный аромат цедры лайма. Все, теперь минут 10 она у нас маринуется. За это время подготавливаем лук. Так, лук, что у нас? Возьмем, выберем отсюда, это мы все потом определим в другое место. Выбираем отсюда серединку. Кусочки. Я хочу сделать шашлычки, несмотря на то, что я не обнаружил дома нормальных шпажек, и у меня будут вот такие смешные. Но зато будет микро-нано-шашлычки. Потому что у нас часто чего-то не хватает дома, да? Вот вы мне пишите, например, рецепт классный, приготовлен на выходных. А что на выходных-то зачем оттягивать? Устройте себе праздник-то здесь и сейчас. Что вы паритесь каждый раз? Я еще удивляюсь, думаю, надо же так, надо же так выходных ждать. Тут делов-то раз-два я обчелся. Давайте. Не забывайте еще, что ролики выходят у меня три раза в неделю. Иногда вы в бегах не успеваете посмотреть. Колокольчик нажмите, чтобы оповещения приходили. Я понимаю, что не всем удобно, но тема хорошая. Мне польза и вам польза. Луковички, которые порезали, нужно разобрать их на вот эти вот, так сказать, листочки, соцветия. Не соцветия, а листочки, чтобы потом можно было удобно насаживать дружку на дружку. Так, все. Теперь перемешиваем и насаживаем на шпажки. Делаем такие микро-шашлычки, как я уже сказал. Насколько хватает смекалки и сноровки, так и насаживайте. Ну, вот примерно вот такие вот шашлычки. Когда шашлычки готовы, нужно их выложить туда, где мы их будем жарить. Это емкость от аэрогриля Redmond. Вы видите, это прекрасно. Смотрите, что здесь. Здесь дырки на дне, по бокам вот такие вот жабры. Соответственно, когда идет нагрев, помимо всего вентилятор разгоняет этот горячий воздух. И при небольшом объеме, здесь он совершенно небольшой, каждый кусочек, ее можно использовать как аэрофритюрницу и аэрогриль. Любят зожники, что, без масла, да? Сюда даже картофан закидываешь, и он прекрасно готовит. Именно для вкуса я масло использовал в маринаде, ну и, соответственно, как я уже сказал ранее, для придания корочки. Выкладываем маленькие шашлычки, вот так вот веером. Веером выкладываем друг к дружке, так, чтобы они у нас не сильно прилипали, а имели свободное пространство для обжарки. Кстати, вот эти вот шпажки, коротенькие, да, за которые я все беспокоился, искал подлиннее, они совершенно идеально подошли к размеру вот этой вот сетчатой, как будет правильно сказать, сковородки, да? Еще раз, значит, смотрите, вот эта штука вся с шашлычками, она висит в воздухе, в металлической емкости, для того, чтобы поток воздуха подходил со всех сторон. Теперь ставлю все обратно, нажимаю пуск, выбираю программу, вот здесь вот есть такие вот обозначения, креветка, там пироги, курица, и нажимаю еще раз вот сюда. Включается вентилятор, верхний нагрев, все остальное за тебя сделает Redmond REC247. Не нужно париться, здесь все временные рамки и температурные уже заложены, полностью автоматическая схема, нажал и ушел. Ссылочка в описании, посмотрите, а вдруг приглянется. Штука занятная. Шашлычки у нас уже к финалу подходят, нужно для них сделать такой, знаете, не соус даже, а просто намазку. Большой зубчик чеснока, уж насколько я не люблю чеснодавки, но тут как бы выхода у меня не было никакого, мыть их потом задолбаешься. Короче, да, вы заметили, ни в коем случае не ножом. Я смотрю, как повара ножом, даже вот кого-то из блогеров, не помню, последний видел ролик, ножом такой херачит вообще вот этим лезвием, просто по металлической штуке я... Теперь сюда немножко лимонного сока, потому что у нас шашлычки в лаймовом маринаде и кисло-сладкие, да, вот мы здесь еще с помощью чесночной вот этой намазки еще дополним кислую нотку, приподнимем. Сюда добавляем чуть-чуть оливкового масла. О, новая бутылочка, видите, у меня появилась греческая. А у меня так последний год что-то все время одно греческое. Вот сюда добавляем оливковое маслице и чутка добавим острой приправки. Именно приправка, не рекламирую, хвастаюсь. В гастротуре был наш друг из Канады Олег, у которого ребята там в Канаде делают всякие приправки. Джерки, смоки, чепотли копченые, вот я как раз копченые чепотли и добавляю. И он мне из Канады, в Таиланд привез приправки, подарил, говорит, будешь тестить, попробуешь. Вот я буду пробовать. Спасибо большое. Ну и, конечно же, кисточку, которой будем смазывать. Все, теперь чайной ложечкой нужно все это размять тщательно. Капельку соли для вкуса. Мало лимонного сока, не чувствуется в масле с чесноком. Стрельнуло, сикнул лимончик. Теперь зеленый лучок, которым будем посыпать колечками. И нужна какая-нибудь тарелочка симпатичная. Что у нас, одна минута осталась? Как только подаст сигнал, сразу тащим, быстро смазываем и выкладываем. О, как бой курантов в Новый год. Пять раз. Смотрим. Ну что, по-моему, огонь получилась, да? Шашлычки маленькие, есть удобно, прожариваются быстро. Лучок, перчик тоже там запеклись. Теперь на тарелочку выкладываем. Пока шашлычки горячие, кисточкой вот так вот смазываем чесночным маслицем. На горячей курице чеснок сразу раскрывается, такой аромат. Как будто настоящие уличные шашлычки. Оп, посыпаем зеленым лучком, чтобы оттенить аромат шашлыка. Для тех, кто вдруг переборщил с сахаром, или кому-то кажется чуть слаще, чем надо, или недостаточно кислоты. Берем лайм, отрезаем вот так и ставим вот сюда. Все. Потом шашлычки раз, полили себе в рот. В общем, это как бы как элемент сервировки. И подаем к столу. И самое главное, что не нужны никакие вилки и ложки. Так. Хорошенечко так он я прожарил. Слушайте, хрустит, да? Даже корочка образовалась. Ммм. Ну, смотрите. Все очень просто и очень вкусно. За исключением одной маленькой детали. Есть люди, которые пишут мне, например, я сделал ваше блюдо, типа, и получилось невкусно. За каждое свое блюдо я несу ответственность перед вами. Но есть маленький нюанс. Вы же готовите сами на свой вкус, на свою соль, на свой сахар, на свой чеснок, на свой лук и так далее. Я вам даю идею, дальше вы ее все равно обязаны доработать. Больше сахара положить, меньше сахара положить, вообще сахара не положить. А говорить, что я сделал как вы и получилось невкусно, я могу с вами, с любым из вас, встать за один стол и приготовить это блюдо. И в слепой дегустации всегда выиграю. Потому что я знаю, как состоит, из чего состоит вкус. Не пишите мне, пожалуйста, таких комментариев, а все-таки старайтесь, особенно те, кто со мной уже давно на канале, старайтесь обращать внимание на то, откуда берется вкус, да? Добавили того, того, того. Вот если у вас в финале даже чуть-чуть получилось, недостаточно соли или недостаточно сахара, еще чего-то. Вот вы лимончик, вот у вас щепотка соли, или капелька соевого соуса, или чуть больше этого чесночного масла, или выложите их в ряд, залейте вообще всем этим чесноком, если хотите, чтобы было чесночно. Вместо зеленого лука кинзы накидайте, укропа, кто что любит. Но основу оставьте такую, больше, возьмите длиннее шпажки, добавьте больше перчика для того, чтобы аромат перчик дал, или лук. Но не говорите мне, что это невкусно. Это блюдо шикарное и очень вкусное. Пока!